вы уже несколько раз высказывались о мигрантах в европе меня интересует все же перспективы их адаптации идиотский вопрос я миллион раз объяснял не это невозможно они не адаптируются вот буквально сегодня значит интервью опубликовали министр вон министр внутренних дел высокий пост бельгии заявил что как раз политика адаптации как синоним другое слово сказал провалилась но это он сказал когда уже всех поубивали надо же это было понять изначально что есть если они веками ничего не делали кроме как резали они здесь не будут ничем другим заниматься уже были теракты в париже в 90 и годы до были в 90 были в 2000 и годы уже понятно что это было во втором поколении эти эти же понятно кто как может было сейчас их оставить поэтому чтобы бороться с этим нужно удалить таскать среду питательную никакой адаптации когда только разводят любопытный момент кстати об этом мало кто никто да никто я думаю что никто тут нет точно никто об этом не подумал и не сказал вы смотрите вспомните мы не говорим про теракт и про убийство элементарно воровство бандитизм сейчас европа и америка мы все знаем что это высший процент 90 процентов цветной бандитизм и цветное так сказать криминал и с этим уже никто не спорят даже самые страшные леваки но когда 19 18 17 век мы вспоминаем тоже ведь кто-то грабил на дорогах и кто-то грабил нападал на окраинах городов в неспокойных нищих бедных кварталах нападали но почему потому что у людей физически они были бедняки и у них не было еды хлеба физически они жили в хибарах хотя они пытались даже работать этим пришлым гадам им дали все бешеные деньги деньги у них у них пособие по безделию больше чем у любого профессора у нас здесь зарплата социальное жилье роскошные которые людовик 14 не имел таких ванны и туалеты как эти имеет каждая значит не скажу кто да в эфире не скажу кто и они после этого еще и воруют агрессируют жира сжигают машины каждый новый год париж и ясно кто это делал посмотреть включите увидите так сказать это физиономии то есть это и есть момент уже не социальный а более глубинный совершенно другой да вот эта агрессивность и желание таскать не работать кстати тоже вспомню момент замечательный тоже никто не отметил многие фейсбуке припостили а никто правильно не проанализировал недавно в греции в греции был была ситуация значит эти дикари заселились на поле какого-то фермера греческого заселились варварские здесь во-первых не спросили не извинились просто вот ну про заселить и заселись не компактно вот так сказать ну как они кочевники по сути потому что это же биологии не перешагнуть кочевники он стал пахать на своей же территории своим трактором работать между этими всеми халупами они взбесились вызвали леватскую прессу ой какой он наглец ну это за гранью и какой-то ублюдочный канал пиарит этих а его у него вокруг них он значит на тракторе ездит ну ничего себе да но это все возмутились одни возмутились идиотически другие правильно взмутились но никто не подумал о чем я подумал ведь им даже не пришло в голову самим начать обрабатывать сельских сельских хозяйственных эту территорию первое и пришло в голову предложить ему если они уже нарушили закон предложить ему помощь и никаких проблем не было вместе обрабатывайте вот и вообще становитесь гражданами да зачем значит проблема не только социальная и они с этим ничего не сделают что же пойдем дальше очень много задают задают вопросов о новом нашествии беженцев и мигрантов в европе ты уже высказался в своей программной статье на сайте эхо москвы и и практически все твои поклонники почитать прочитали почитать да 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 но теперь наверное мы попросили бы тебя высказаться уже в нашем формате эти так тезис первый у нас так радуется что европа гибнет и вот да нам нашествия нашествия да но не верьте не доверяйте я думаю что у меня публика образован не доверяйте всем эти этим вреднем и пропаганде совковой черни про загнивающую европу и так далее так далее наоборот именно процветающей европу эти дикари идут уж и там большие пособия красивый жизнь толерантность права человека и все прочее западный мир западная европа пол он одержала полную победу над совковой чернию те вещи оттуда все что мы носим одеваем через что снимают все запада но просто европа слишком духовно слишком добрая слишком человечные и они сейчас прокалывается на одном только пункте они правы во всем вот все что делать в европе все правда кроме одного это правильно они пускают к себе тех кто и будет уничтожать уже уничтожает уже расстреливают уже раз теракт в париже 90 уже шарли уже там будет африканец в поезде бельгии идущим из калашникова в 2 недели назад стрелял я не буду стрелять что происходит сейчас значит во первых слово беженец к тем выродкам которые сейчас торглись вторглись в европу неприменим из тех регионов откуда они вторглись из тех стран а странами стали недавно все условные границы от кочевые народа и написали эти границы там нету народов они исторически не сформировали ни нас ни народов они живут племенами и эти племена между собой воюют они резали друг друга все века истории по племенному принципу и по религиозному сунниты шииты друг друга и вокруг всех остальных и по-другому там значит никогда не было почему они сейчас ломанулись они и раньше шли в европу но как беженцев их бы раньше не принять потому что не было такого термина да и было как границы сейчас они свой здесь добрые лохи появились пожалуйста тем более что есть карты мобильные телефоны куда идти как эти и все прочее дикарей варваров с религиозной идеологии которые сейчас взрывает весь мир остановили под веной это не в испании даже под вены в австрии 1683 году если бы их тогда не отбили от вены религиозных фанатиков да то сейчас бы не было не вены не штраусы не моцарта не портретов потому что их идеолог запрещает изображение человека ничего бы не было ни того уровня жизни который всем приятен которым они бегут в котором мы ездим как так сказать туристы путешественники ничего бы этого не было сейчас тогда их отбили сейчас их пускают на поезде проводят до вены дальше в германию дают пособие деньги они плюют в лицо они выбрасывают обратно еду они уничтожают еду они топчут еду как дикари потому что им ничего не жалко они ничего никогда не создавали ничего не производили все века мировой истории они ничего не производили почитай сказки из тех мест главное это обмануть украсть ограбить караван вот кто герои там нету рыцари там нету пахари там нету сеятелей там нету производителей там все из-под тяжка все нападения все со спины у нас главная история вот сошлись на поле две армии благородно до прямые мечи у них вся кривые на восточной кривые знаешь кинжалы мечи подлые кривые чтобы был больше мук то есть не просто быть чтобы еще и мучился и теперь смотри что происходит ныне я как военный историк проанализировал более сотни роликов то как они идут кто идет каким образом пересекают границу это абсолютные стопроцентное военные спланированные вторжения там есть некое прикрытие так сказать вот орда дикарей так сказать и они прикрывают но основная часть это значит мужики призывного возраста очень много не 60 не 70 не 50 90 процентов значит парней призывного возраста причем причем на некоторых паромах я специально изучал кадры нет ни одной женщины ни одного ребенка дальше то если посмотреть по карте очень внимательно я изучал я наносил таскать все эти рисунки на карту это абсолютно вот если бы это делал тот учился в академии фрунзе да это абсолютно правильно рассчитанное вторжение разными колоннами и дальше это так сказать стратегия дальше тактика как они пересекают вперед пускают вот идет толпа этих армии идет армии террористов впереди несколько на террористов с детьми причем причем дальше потрясающая была история несчастный то венгерский журналист который поставил под ножку этому выродку бегущему который нарушил границу который значит напал на полицейского и так далее я единственный кто и поддерживал да потому что он ее не защитила ни армии не полиция надо обязан защищать себя и свой дом выяснилось что поскольку там фотографии он упал он террорист уже это выяснилось доказано вот это уникальный случай в математике в случайной выборке первый оказался единственным террористом то есть каждый первый каждый первый это нонсенс математики я хочу вопрос а куда смотрят спецслужбы каждый стран имеет не имеет право объясняю они не имеют права не смотреть не тем более но посмотрел все понял а сказать и не имеет права то что там абсолютный диктат ливанского фашизма в прессе если ты скажешь то что я сейчас говорю сразу тюрьма и минимум карьера я общаюсь практически со всеми так сказать крупными людьми в муниципалитетах и со многим мэрами европейских столиц я знаю многих париже в мюнхене в лондоне и за многих сенаторов в германии все все понимают то есть большинство есть каши и сумасшедшие наивные но большинство понимает но если они это скажут карьере конец вот всю жизнь они выстраивали свою жизнь все сделали ради карьеры и ей будет привед конец потому что их сразу назовут плохими словами пойми вот эти дикари это армия не просто варваров а обученных варвар вооруженных варвар вооруженных знанием как надо таска делать сейчас они изучат инфраструктуру у них уже есть мобильные телефоны они соорганизуются у них будет деньги чтобы сделать любую взрывчатку это же пособие им еще дают на эти сумасшедшие деньги и начнется серия терактов это сто процентов плюс конечно идеологии они будут там дальше плодиться строить себе всякие идеологические штучки которые учат их убивать и все прочее дальше вернемся они за все века мировой истории за все века не изобрели термин беженцы у них нет такого слова у них нет такого термина потому что у них нет понятия права человека ну нет у них права чек то что ты женщина для никто не человек ты для них не человек дети у детей также прав нет это собственность родителей эти наши западные штучки они в них играть не будут их религиозные диалоги сразу заявляет что есть мы есть вы если мы говорим что европа для всех мир для всех а это нет только весь мир только для нас вы неверные у них изначально призм заложен вот в этих определениях понимаешь то в чем обвиняют тех кто против их вторжения у них заложено это априори теоретически более того они настолько обнаглели и видят что тут живут локи добрые они уже кричат с этих поездов где они гадят да в европе мы будем вас резать детишки идут уже показывает вот так вот что перережу горло все заснято все есть в ютюбе сейчас недавно потрясающий ролик был по-моему берут пресс смотрите в фейсбуке ребеночек маленький два года два года уже одеты и значит уходить еле ходит а уже одеты шахидом реже перерезает вот таким вот ножом горло медвежонку плюшему мы потому что у них с детства это праздники резать у них главное счастье резать да это уже так с детства поэтому у них нет термина права человека у них нет термина беженец да поэтому кстати вон кто не катар не йемен не не сова не саудита никто не приняли этих беженцев что они конечно там будет еще больше резать только добрые европы толерантные то есть толеранты замечательно только по отношению к тем кто в это играет только внутри себя у них и дальше любой термин у них нет этих терминов у них также нет терминов по отношению к нам дети у нас дети это дети это вот эти все рюшечки это игрушечки это мишка плюшевый это мини-пух у них мини-пуха вон пожалуйста что убили кадр по 100 тысяч просмотров их дети с трех лет с автоматами им объясняют что вот те плохие неверные значит понятно что надо делать да у них совершенно другое понятие о детстве понимаешь неприменимые несравнимые таким образом значит что я вижу вот вы хотите улыбаетесь хотите вверх хотите не верьте к сожалению я ни разу не ошибался 15 лет публикую прогнозы с института с раннего возраста в коммерсанте писал ни разу не ошибся все предсказал значит ближайшее время начнется серии терактов то есть бандитизм уже есть насилие уже есть значит начнется волна терактов постепенно а дальше будет резня то что они все связаны у них всех мобильные телефоны они все по своим молельным учреждениям это будет несколько дней резни и европа будет вынужден сначала сама так сказать заниматься самообороной бытовой когда будет нападать просто как они сейчас в венгрии в греции нападают на отдельные жилища потом будут вынуждены несчастные вот эти замечательные люди расслабленные добрые учиться вообще как-то самообороняться до вынуждены поэтому сейчас я хочу дать совет не надо беситься и сходить с ума нервничать вот европа гибнет да страшно но сейчас надо с холодной головой учиться самообороне ничего другого делать учиться самообороне вот это мой совет как если это не слушать сейчас временно марию каллас 5 минут на марию каллас 10 минут на приемы самообороны и разрешенные средства технические обороны разрешенные законы конечно значит что у них то все есть то что не разрешено закона у нас ничего нет подожди еще не закончил не береза листочек значит учиться самообороне иначе вижу первые теракты и в самом обозримом будущем будет резня и кто победит сложно сказать скорее всего победят дикари закон истории потому что в них больше витальности них нет принципов и нет благородства будет вырезано погибнет где-то процентов 60 населения европы и европейцев автохтоном и процентов 70 всего всей материальной культуры искусства взорвать наш с тобой выбора 20 минут 20 минут весь как они пальмировали что что 20 минут весь лувр и так любой музей города до городов европейских поэтому будет очень серьезно я уверен что придется формировать самые такие странные коалиции в общем лекарство будет тоже достаточно болезненным но придется и с китаем кооперироваться просто не то что это вот оккупируют китай не приглашать будут китайцы приглашать приглашать то есть мы на нашем веку посмотрим такое что пушкину в стихах не снилось это вот то что хотел сказать по поводу вторжения армии этих дикарей все понятно ну что ж пойдем дальше да а какие силы внутри европейских стран более всего поддерживает вот идеи беженцев и почему ну леваки конечно леваки которые появились в европе так уже появились они там двадцатые-тридцатые годы а очень серьезно они укрепились после второй мировой войны их сильно спонсировал и таскать идеологически наузкивал сср то есть мы все кричим про пятую колону а вот пятую колону мы делали в европе к сожалению и после второй мировой войны было подменено понятию гуманности совершенно левацкими бреднями которые гуманность имеет никакого отношения от самоубийства и вот эти леваки они действительно пятой колонной европы а их социальные базы это люмпины люмпины они так не гигиенично живут что им им приятно доска сделать гадость нам с тобой да пусть им будет страшно пусть и им будет от этой волны вторжения отвратительно но главное сделать гадость чистеньким прежде они с детства ненавидят чистыми вот я иду и смотрю грязная скамейка уже в париже потому что там посидели не скажу кто да и я же очень грязно и я не могу сесть да и я не могу сесть а люмпинам приятно что чистенький мучаясь не может сесть понимаешь вот эти выродки это главная база армии вторжения да вы что вы имеете ввиду под термином табуированное сознание европейцы я это постоянно использую другого термина подходящего нет потому что вот табу нельзя думать то есть темы на которые в европе думать нельзя а это очень опасно когда человек не думает он обязательно ошибается или с ним может делать все что угодно страшное табуированное сознание когда ему говорят что нельзя видеть преступление нельзя видеть что можно предотвратить преступление нельзя когда черное называется белым а белое черным да и по-другому думать нельзя потому что так написали на бумаге вот это черное это белое это написано бумаги этом законе все вот это называется выровное сознание я общался с очень многими людьми и интеллектуальными и это профессора с книжками это депутат это мэры даже да и общаемся нормально кино искусство литература права человека на определенные да вот прям про все вот они и жерардо третиньян аннухме моцарт все хорошо и вдруг вдруг вот андрюша тема возникает террористов и дикарей и за иммиграции миграции на бокс тоже миграции но у него первый язык был английский иммиграции та иммиграция она дала это лучшие были этой во первых это европейцы которые несли в культуру более европейского что была элита богатой элита россии образованы про дикарей все начинается моментальной значит как верующие с верующим говоришь там про пугачева нормально прошло то что нормально про цену на гречку нормально вдруг тема веры все стекле не стекле не совершенно стеклянный взгляд моментальное отсутствие ума и соображение всякое все абсолютно то что мы здесь нормально аннухме в режим бордо делом все хорошо вот вдруг тема дикари вы и начинается у волосы дымом вы этот вы такой вы против был как это товарищи вас тут только что взорвали раздавили а этот отрезал голову на нем был браслет то есть вы уже понимали что он потенциально опасен но как же но но то есть ребята если вы вот вас на кухне тараканы вы пришли на кухню или таракан он вас увидел подключился контакт и вы решили ему будет так я тебя не буду не выгонять морить вот давай так я тебе буду читать чехово просвещать причем читаешь чехова и думаешь что таракан через некоторое время при наличии определенной программы социально тараканий адаптируется ну хорошо ладно не он но его потомство адаптируется если им почитать золя или флобера а если что-нибудь из макса планка нильсбор переводе маршака я уже не могу у меня уже нет сил пусть я я сказал так я сформулировал позавчера фейсбуке написал я сначала плюнул на наших совков населения плюну пусть любит путина пусть ним всю жизнь вот сейчас его плюю и даже на наших многих либералов которые за вот дикарей который потому что ну ребят ну свой ум не приделать это точно почему вы не любите ватников если выпускаете к себе еще большую дикой все и не могу вот все я пусто вот как у n рейда значит атлант расправил плечи вы получите устава надоело же ну что ж женька огромное тебе спасибо вот этот правильный я думаю что на данном этапе от мы ответили на максимально возможное количество вопросов так более того я уверена что они скоро накопятся и мы после некоторого перерыва потому что редакционные коллеги лива рафаэль вынуждена быть в испанию нельзя мне так как близится к завершению замечательное мероприятие не может пройти весь нас завида возвращение я думаю мы продолжим цикл от наших бесед отлично спасибо спасибо друзья раз мы коснулись европы да вот такой вопрос а что происходит в европе особенно в свете последних терактов понимаешь для вас это новости теракты для меня это не новость поскольку для любого человека не то что там большого аналитика здесь не нужно большой аналитикой обладать если вы себе поселите идеологию поселите тех кто исповедует идеологию смерти себе поселите тех кто из из пустыни из дерева только что слез ясно что будет очень плохо в европе сейчас с точки зрения вот нелегальной миграции и всего прочего это я бы сказал третья стадия рака вот уже скоро будет неоперабельно понимаешь четвертая стадия рака неоперабельно организм сгниет европа которая стала в общем концу 80-х даже к 70-80 годы абсолютно идеальной системы то есть идеальной не бывает но вот насколько можно в человеческой истории да это была техника это была красота эстетика комфорт права человека все замечательно и вот от этой расслабленности от этой доброты потому что расслабленный самодостаточный чек он очень добрый они напустили всех этих бездельников которые не желают жить по закону которые не желают трудиться которые желают только ненавидеть взрывать кстати посмотрите обрати внимание после вот этой страшной трагедии в редакции шарли когда эти дикари убили людей и устроили демонстрацию там миллион народу гулял по парижу мусорил по всем сквером и по и и бульваром а зачем кстати было хотеть вот все так пошли а что они это они показали исламистам что кроме как пошлятся по парижу и на мусорить они ничего не они никого не они не не расстреляли такое же количество этих понимаешь что надо было сделать они не выслали не выслали родителей матерей которые мать которая вот родила этих братцев потому что ясно что это все из семьи идет вот правильно ну то что это правильно с неправильным пониманием прав человека они погибнут скоро они ничего не сделали и они доказали исламистам что они лохи что их можно бывать дальше чтобы и пожалуйста вот мы будем гулять они помнишь эту картинку когда эти президенты там меркель оланты этот социалистический дегенерат значит вышли и они специально чистый совок чистый совок они специально по центру поставили какого-то негра помнишь это да какой-то значит негр тоже не какой-то президент там значит очередной так сказать республики африканской специально в центре идет причем обратим внимание я к чему это все в этом миллионном марше я специально изучил фотографии внимательно там нету огромного количества населения парижа из негров и арабов нету они доказали что для них это не трагедия что они могут даже это поддерживают это научная это научная стопроцентная лабораторная работа это лаборатор они чужие показали что они что для них местное население чужое и это не трагедия могут даже хорошо а в странах так сказать ислама исламистского лагеря там все порядка они радовались да это там несколько конечно несколько советских партийных деятелей от религии сказать что в общем осуждаем осуждать 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 да поэтому все очень печально и это третья стадия в другие его ипостаси ну тут мы тоже никак не можем закончить потому что я хочу сказать что там калька не калька на весь спорное дискуссионное но во всяком случае это не чуть ну влияние французского языка, или там французская культура, или там в том числе английская, немецкая, на русскую, нисколько не унижают, а наоборот возвышают ее неизмеримо, потому что, ну, вся Европа не избежала там латинского, греческого, знаете, влияния. И слава богу. Да, мы сейчас смотрим, что происходит с бедной Грецией, да, что там происходит, да, вот. Но ни на минуту не надо забывать, что все где-то Греция, да. Это уже не та Греция, конечно. Ну, не та, но она отдала все, что могла, сейчас она имеет право как-то расслабиться. Отдохнуть, да. Да, отдохнуть. Кстати говоря, опять же, о Наполеоне. Вот когда я видел эти снимки, да, и видео с Красной площади в какого-то там числа, 13-го, что ли, декабря, да, если я не ошибаюсь, помогу ошибиться, да, вот эти вот безобразия всякие, Красной площади Кремль на фоне языков плавения, у меня первая ассоциация была Наполеона в Москве или что-то вообще подобное. Да, ну как и тогда, так и сейчас, мы же сами, тогда поджег Москву Ростопчин, градоначальник, да, вот, а сейчас хулиганы. Но у меня еще была другая-другая была ассоциация, ведь и пылал манеж. Несколько лет назад, воздвигнутый в честь войны 12-го года, который сгорел, потом его отстроили, так сказать, с гаражами, как нужно. Да. Ну вот, нет, что касается этих беспорядков, вы знаете, они такие, как сказать, они обнажают проблемы, на которые закрывают глаза. Это же всего лишь, как сказать, и ни в коем случае нельзя на эти беспорядки смотреть, как на главный факт. Это следствие, причем минимальное следствие, это вершина айсберга. Айсберга – это те проблемы, на которые закрывают глаза. Вот эти этнические, этнокультурные проблемы, которые сидят везде. И вся Европа сейчас гибнет от того, что изначально, доктринально, неверно был решен вот этот вопрос с колониями. И пошел процесс так называемой обратной колонизации, когда жители бывших колоний стали переезжать в митрополию. Вот это трагедия Европы, Франции. Я сейчас приезжаю во Францию, я попадаю, в общем-то, в Сенегал. Хотя у меня стоит французская виза, и я не знаю, куда пойти и сказать, ну, товарищи, ну, ребята, ну, друзья, ну, тут же вот точно написано «Франция». Ну, черт возьми, ну, дайте же... Я в кино видел, понимаете, я в детстве видел, как выглядит Франция, там, у Марселя Корне, у Труфо, у Гадара, везде. Вот, а сейчас я пытаюсь это днем с огнем. Нет, в Париже, в 16-м Орандисмане, там такой есть аристократический, там, парк Монсо, вот там еще что-то можно найти. Потому что там нету киосков, там очень сложно воровать, бандитствовать, вот, так сказать, да. Но даже там, два года назад, я гулял, и это было 4 часа дня, никогда не забуду, какой-то шел школьник, ну, не знаю, там, средний класс, уже не совсем маленький, по-твоему, ранец, как у них. И, ну, что-то, я не знаю, наверное, да, какой-то, видимо, колониальный выходец средь белой дня в центре Парижа на него напал, очень нагло. И люди смотрели в ботинки себе, окружающие, не только потому, что они как бы боялись, что и он с ними что-то плохое сделает, но они боялись вступить в этот конфликт, потому что он мог заявить, что они это по этнопринципу на него, так сказать, напали. Вот это очень принципиальный момент. Или на Елисейских полях, уже в Рижи нет, в центре Парижа, да, светофор, стоят машины. И я наблюдаю такую картину, негр, ну, или афроамериканец, хотя я не понимаю, что или африя, или американец, это двойное гражданство, или афрофранцуз. А если негр в России или в СССР, я не понимаю, что афросамок, что ли, я не понимаю, вот этого я никогда не понимал. Так вот, он палкой, черенком от лопаты бьет по, это центр Парижа сейчас, бьет по капотам. То есть, вот если бы вы подошли, да, и ногтем бы провели, да, вас бы засадили точно. А он бьет, стоит полицейский, все как вся французская, подтянутая полицейская, не то, что наши, вот то, что иногда исполняешься ночью, да, в холодном поток проснешься, если увидишь. Это все известно. Но он смотрит опять-таки в ботинки. Я подхожу к нему, к полицейскому на французском, на русском, и кричу, что ты идиот, ну, это вот в пяти метрах, и надо арестовывать. Он смотрит туда, он понимает, что на чем потеряет место, потому что это конфликт будет, там у них законы, все, полный, это арестовый конфликт. А вот вы, как историк, вы же понимаете, что вот если проводить еще более далекие аналогии, то там Римская империя. Римская империя, 300%. Римская империя, значит, вот тоже колонии, значит, приручили. Нет, там, я сразу дам формулировку. У меня есть статья, опубликованная несколько лет назад в Коммерсанте, власть большая варвары, радовались всему этому, называется. Значит, варвары не просто где-то колонии, они стали гражданами. Постепенно они стали гражданами, то есть граница размылась. И когда в тысячи, не в тысячи, а просто в 455 году одно было изначально их нашествия на Рим, кто открыли двери Рима изнутри. То есть Рим мог сражаться с любой армией мира, внешне. Но изнутри ворот Рима открыли граждане же Рима, которые работали слугами, значит, дворниками и так далее. Они были варварами, но они были уже гражданами. Вот это парадокс. И они открыли вражеской армии двери Рима. Вот это любопытный момент. Я считаю, что это прямая аналогия. Абсолютно. Московская прописка. Московская прописка – это синоним римского гражданства. Да, конечно, конечно. Мы опять, значит, делаем план. Продолжение следует...